Две недели не может искупаться. Жительница дома по улице Симбирской осталась без ванной комнаты. Причина – прохудившаяся труба. А подход к устранению этой неисправности сантехники из управляющей компании избрали своеобразной. Кафель в ванной комнате отбили, стену сломали. Кто же должен вернуть в ванной комнате былой вид – пенсионерка или сотрудники управляющей компании? Смотрите в нашей рубрике «Контроль качества». Все разбили и никому дела нет. Ломать не строить. Сантехники из управляющей компании «Ресурс» по всей видимости поняли эту фразу буквально и разломали Тамаре Федоровне всю ванную комнату. Причиной тому послужила постоянно мокнущая стена у соседей. Последние и вызвали сантехника. Но вот только проводить ремонтную работу в своей квартире не разрешили. Обратились жильцы со второго этажа, я живу на третьем, что у них капает по стене вода. Пришли, все раскурочили у меня, у меня ничего не капало. Это между стенами, между вторым и третьим этажом. Все раскурочили и теперь никто не хочет возмещать ущерб. До приезда нашей съемочной группы сантехники из управляющей компании уверяли женщину, что восстанавливать ванную комнату она должна самостоятельно. За свой счет они готовы заменить лишь прохудившуюся трубу. А восстанавливать разбитую ванну в их обязанности не входит. Говорят, общедомовое имущество должно быть в открытом доступе. Но стена с трубами была зацементирована еще при сдаче дома 40 лет назад. Кстати, стояки с того времени не меняли ни разу. Хотя деньги на содержание ремонт жилья пенсионерка платит исправно и немалые. Я пенсионерка, 7 тысяч получаю. Плачу за содержание жилья 750 рублей и 330 за ремонт. Такую огромную сумму и никто не хочет ничего делать. Что же я еще должна с пенсии за свой счет ремонт делать? А ни в ванной, ничего нет, пока я накаплю деньги. Это будет несколько месяцев. Я теперь до весны буду грязной ходить. В Центре защиты прав потребителей заявлением управляющей компании не согласны. Тамара Федоровна попросту могла не пускать сантехника в свою квартиру. А если и пустила, то должна была требовать составление акта ремонтных работ, в котором четко были бы прописаны сроки их проведения. Обязательно я бы затребовал документ, в котором было бы указано, в какие сроки они произведут работы, какие работы и так далее. Этот документ дал бы человеку право в дальнейшем требовать компенсацию за время, пока человек не пользовался своей квартирой. То есть проживать в квартире без воды, как вы сами понимаете, это невозможно. Вот. Требовать компенсацию за ремонт, потому что она будет вынуждена делать восстановительный ремонт. В управляющей компании визит у нашей съемочной группы были не рады. Общаться отказались, но пояснили, что поврежденную стену восстановят. Они это сейчас скрыли, обнаружили, что течь именно там. Сейчас закупается материал по поводу ремонта этой крестовины. Когда она будет заменена, все вернут, все на свои места. Заделают ей эту стену, какую-то там дырку проковыряли, поставят в ванну. Уже две недели ванны там Тамара Федоровна дополняет интерьер ее коридора. Сама же хозяйка вынуждена купаться у родственников. Ведь когда и, главное, чем закончить ремонт в ее квартире, неизвестно. Анастасия Куклева, Алексей Фенинер, НТВ, Саратов. Между тем, прошло уже несколько дней, а ситуация в квартире пенсионерки не изменилась. Тамара Федоровна по-прежнему не может воспользоваться ванной. Выяснилось, что течь нужно устранять одновременно в двух квартирах – пострадавшей пенсионерке и ее соседке. Последнее пускать управляющую компанию в свою ванную не собирается. Переживает, что ее коснется та же участь, что и нашу героиню. Стену разломают, а заделывать не будут. Управляющая компания, в свою очередь, закупила все необходимые детали и ждет, когда соседки договорятся между собой и разрешат продолжить ремонтные работы.